И проповеди сегодня, какому образом поклоняемся мы. Есть очень много церквей в этом мире. Я не сомневаюсь о том, что в каждой из них можно найти искренно верующего человека. Где-то принято поклоняться образам, иконам, иконостасам, где-то не принято. Недавно на нашем церковном сайте тоже была выставлена тема об иконах, об образах. Сегодня я хочу открыть первое место. И оно написано у пророка Исаия в 44 главе 6 стиха. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его Господь Саваоф. Я первый, я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и возделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Плотник, выбрав дерево, это уже с 13 стиха, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосной дуб, который выберет между деревьями и лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеком топливом, а часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую часть варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь. А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину я сжег в огне на уголях, его испек хлеб и жарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева. Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души свои и сказать, не обман ли в правой руке моей. Помни это, Иаков, Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. И последний стих. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Воскресайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославился в Израиле. Аминь. Давайте мы коротко помолимся, чтобы Господь открыл. Господь, мы поклоняемся Тебе, Господь Отче, и единому Богу в Господе нашему Иисусе Христе и в силе Святого Духа. Господь Отче, Ты видишь наше сердце, Господь Отче, каждого из нас. Ты видишь, насколько мы искренне, насколько мы открыты, насколько мы посвящены Тебе, насколько Ты можешь использовать каждого из нас. Ты видишь наше предназначение, наше дарование. Господь, мы все это приносим к Твоим ногам. Аллилуйя, и мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Иконы, иконы, образа, образа. И, знаете, я как бы не хотел бы сегодня выступать против того, что кто-то там какой-то образ повесил, да, или вот мы сегодня служение так начали, о том, что действительно, ну, кто-то в это верит. Может быть, кому-то это помогает. Я помню, что когда мы были маленькие, и нас каждое лето возили, так называемая деревня, Вишневка называлась, это находилось под нынешней столицей. И нас туда привозили. У нас бабушка была такая, искренно такая верующая. У нее висели иконки. Я помню, что мы с двоюродным братом, мы где-то вот в журнале увидели, что где-то вот на глянцевой такой обложке, где-то какая-то выставка икон была, старинных икон. И мы так вырезали ножницами эти иконки. И вот так, там семья в основном была не верующая, только бабушка была верующая. Я не знаю, кто нас так научил, но мы вот эти иконки так взялись, и вот так с поклонами там заходили к бабушке, вот так эти иконки ей подносили. Она нас крестила, вот молилась за нас там, ну так охала, ахала. А для нас это было, ну не знаю, это было как игра, потому что мы были очень маленькие, мы ничего не понимали. Но тогда уже я первый раз столкнулся о том, что вот на стене висит какой-то образ, и вот к нему надо периодически в какое-то особенное время подходить, там зажигать лампадку, свечку, и потом кланяться там несколько раз, может быть делать какие-то крестные знамения. Это то, что осталось в моей памяти. Но когда я вырос и 25 лет уверовал в Бога, начал читать Писание, я хотел сам разобраться, Господи, а нужно ли действительно поклоняться образам, как это делают люди, что говорит об этом Священное Писание. И вы знаете, я в Новом Завете не нашел ни одного места, которое бы подтверждало о том, что нужно вешать икону у себя в комнате, что нужно зажигать свечку, и тем более, что нужно поклоняться этой иконе, этому образу. Более того, я нашел обратные места в Ветхом Завете, в Новом Завете, где Бог вообще эти вещи не поощряет. То есть Бог против. Но сегодня моя тема даже в большей степени не об иконах и не об образах. Вы знаете, Священное Писание, оно говорит о том, что в наших сердцах есть некий образ. То есть мы призваны соответствовать какому-то образу. То есть мы живем в соответствии с каким-то образом. И мы призваны к тому, чтобы носить этот образ в своих сердцах. Не где-то на стене, а в моем сердце должен быть образ. Я думаю, что здесь это как-то соответствует тому, что в этом мире есть тоже некий образ, который вкладывается. Ну, в том плане, что, например, когда я учился в школе, когда учился в мединституте, когда учился в других каких-то университетах, потом проходил какие-то определенные специализации. Интересно, на каком-то этапе мне начали говорить о том, что у меня должен быть какой-то внутренний такой образ. То есть я должен чему-то соответствовать или тому образу, который мне вложили мои родители, мой папа, мама, или какие-то весомые люди в моей жизни, учителя, преподаватели, потом институт. То есть постепенно в меня вкладывали какой-то образ. Его можно назвать психологический портрет, например. О том, что вот, каждому из нас в школе или институте писали характеристики, наверное, помните. Вот такой-то, такой-то, вот он соответствует или не соответствует. У него есть какие-то определенные такие таланты, склонности. Ну, то есть у каждого из нас был определенный такой портрет, внутренний образ, который каким-то образом меня характеризовал. Правильно или нет? Ну, с положительной стороны или с какой-то негативной. И мне, например, определили о том, что я гуманитарий, мне лучше куда-то идти по гуманитарным каким-то наукам. Я не технарь, у меня нет какого-то математического мышления, нет склонности, поэтому вот, ну, просто туда нежелательно. Я думаю, что каждый из вас имеет какой-то определенный такой образ. И вы знаете, интересно, что я бы так сказал, что образ этого мира, каждый человек, живущий в этом мире, он имеет определенный такой образ, который ему вкладывает, ну, на сегодняшний день, средства массовой информации. Ну, то есть вот, человек даже и не подозревает о том, что он, сидя перед телевизором или перед компьютером, он постепенно впитывает в себя обленную информацию, которая уже на каком-то этапе диктует ему о том, каким он должен быть, куда ему идти или не ходить, что ему покупать или что не покупать. И он себя сравнивает. То есть вот есть какие-то обленные идолы в этом мире, есть какие-то кумиры, есть какие-то артисты, которых все любят, есть какие-то знаменитые фигуры, да, ну, на политической арене или на какой-то даже религиозной, духовной арене, и мы перед ними в какой-то степени преклоняемся, мы говорим о том, что, ну, вот это да, вот это вот пастор, да, вот это вот проповедник. В какой-то степени я хочу сказать о том, что это обленные образы, которые рисуют перед нам, а перед нами какие-то такие картинки, которые мы хотим соответствовать, или мы видим, что мы не соответствуем, да. Я хочу сказать о том, что на сегодняшний день проповедникам и пастырям очень нелегко вот в этой конкуренции, да, ну, например, когда вот, ну, там человек смотрит вот на табло компьютера или там своего айпада или телевизор, и он смотрит, там вот церковь какая-то сверкающая, да, она вся там в хрусталях, все сияет, и там такой проповедник, да, в красивом костюме, у него такая риторика, там такая догматика, там речь как-то звучит, прославление на высочайшем уровне, и человек думает, вот это церковь, да, вот это пастыр, да, вот это группа прославления, там все профессионалы, там пальцев не видно, как они играют, а что там наша там церкушка, стоит ли туда вообще ходить, да, ну, просто мы начинаем сравнивать, мы начинаем на самом деле что делать? Мы начинаем поклоняться, мы начинаем поклоняться некому образу, который нам нарисовали, нам преподнесли, потому что, вы знаете, на самом деле никто из нас не знает, что там стоит за этой красивой картинкой, как живет этот пастырь на самом деле, в реальной жизни, как живут эти прославители, может они уже там давно уже, там кто на игле, кто еще там, да, вот на самом деле в какой-то другой, еще более тяжелой зависимости. О чем я сегодня? Давайте я прочту еще одно место, это место написано первым посланием Коринфянам, первое послание Коринфянам, 15 глава 45 стиха. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущий, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, то есть прежде был душевный Адам, а потом уже пришел Адам духовный. Ну не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, давайте мы это запомним, ну я думаю, что многие, большинство из вас знают, что первый человек, он был образован из персти, он был земной, его сделали из земли. Второй человек, он не был создан, это был Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесные, таковы и небесные. И вот это нам надо очень четко сегодня буквально вот так впитать. Мы сегодня небесные. Слышите меня? Мы не перстные, мы сегодня небесные. У нас другой характер, у нас другое качество. Но давайте поподробнее разберемся с этим. 49 стих. И как мы носили образ перстного, то есть мы, каждый из нас, носили образ перстного, мы носили образ Адама, который был сделан из персти, так давайте же сейчас будем носить образ небесного. О том, что вот, ну, просто, вы знаете, я немножко расшифрую. Что такое образ перстного? В каждом из нас до уверования, до рождения свыше, был запечатлен определенный образ Адама. То есть, ну, Адамова природа, да, мы об этом знаем. Адамова генетика. То есть мы уже рождаемся, Библия говорит об этом, я не придумываю, мы рождаемся уже во грехе. Давид восклицает, благословенный царь Давид восклицает, во грехе родила меня мать моя. То есть люди уже рождаются во грехе и там уже как-то пытаться себя оправдать о том, что, ну, вот я же стараюсь, Господи, делать добрые дела, я никого не убил, я уже там никого не оборовал, а ты уже родился в грехе. Так куда деваться-то? У тебя образ перстного. Но это до какой-то поры. И вы знаете, на самом деле, мы рождаемся перстными, в нас образ перстный, то есть земной. Я хочу сказать, Адам это такая фигура, такой прообраз, такая сущность, которая и по сей день питается о дерево познания добра и зла. И вот Адамова природа, она так и думает, она так и мыслит о том, что она мыслит категориями добра и зла. Вот каждый человек, живущий в этом мире, он почему-то вот на генетическом уровне, он себя оправдывает, я добрый человек, то есть пытается оправдать себя добрыми делами. Говорит, я не делаю ничего злого, я делаю добрые дела. Но я хочу сказать о том, что какова природа небесного, того, кто с неба пришел, Господь с неба, небесный. Иисус Христос, Он не питается о дерево добра и зла, это само есть что и кто, это есть древо жизни. Можете сказать аминь? Иисус Христос есть древо жизни. И всякий небесный, тот, кто родился свыше, тот, кто веровал в Иисуса Христа, Он не питается уже о дерево познания добра и зла. Понимаете? Поэтому Он себя не оправдывает ни добрыми делами, ни то, что Он злые дела делает, или не делает. Чем мы себя оправдаем? Мы себя оправдаем только тем, что вкушаю ли я древо жизни? Слушайте меня, да? Являюсь ли я частью этого древа жизни? Пропускаю ли я через себя реку воды живой? Позволяю ли этой жизни, вечной жизни, течь через меня свободно? И эта вода, вы знаете, когда она течет через меня, она уже сама, я к этому имею только какое-то определенное косвенное отношение. Вода, она исцеляет сокрушенных сердцем, эта вода живая, она отпускает измученных на свободу, эта вода, она воскрешает, она дает воскрешение мертвым. И все мертвое оно воскрешает к вечной жизни. Скажи аминь. Это так. Вот оно отличие. Смотрите. Раньше я был перстным и старался делать добрые дела. Но все это было напрасно. Слышите меня? Это все напрасно. Сколько бы я добрых дел бы не сделал на этой земле, Библия говорит, делами перед Богом, добрыми делами перед Богом, не оправдается ни одна плоть. Слышите меня? Ни одна плоть не оправдается. Почему так? Потому что это дерево познания добра и зла. Вот и все. Это перстные. Это природа Адама, которая изначально греховная, которая согрешила, которая не питается о дерево жизни. И даже не думает об этом. Каждый человек, живущий в этом мире, пытается оправдаться перед Богом, перед людьми, своими добрыми делами. Но это еще не все. Давайте мы прочитаем дальше с 50 стиха. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайно. Не все мы умрем, но все изменимся. И вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облезтие в нетлении, и смертному сему облезтие в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победы. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь. Слава нашему Богу. И мы сегодня приходим к такой интересной мысли, которая является основанием нашей христианской веры. И нам это, знаете, просто надо настолько четко уяснить, уловить, чтобы это просто вот вплелось в наше сердце, в наш разум о том, что мы на сегодняшний день, ну, мы можем делать какие-то дела, мы можем сегодня чего-то не делать. Но что же нас оправдывает? Где же вот эта грань, когда я могу сказать, что я живу по вере? Где эта грань, когда я могу сказать о том, что в меня вложен правильный образ, и этот образ, он формирует мой характер, мое поведение, мою христианскую жизнь? Еще одно место я хочу прочитать, оно написано в посланнике Ефесянам. Также апостол Павел пишет, давайте мы прочитаем, 4 глава, 17 стиха. Сегодня у нас будет небольшое слово, проповедь, и потом мы плавно перейдем к причастию, к трапезе Господней. Посланник Ефесянам, 4 глава, 17 стиха. Апостол Павел говорит здесь очень серьезные слова, и он буквально заклинает, то есть он нас ставит буквально перед какой-то клятвой. Ефесянам, 4, 17. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, прочие народы, которые живут по Адамовой природе, которые имеют образ ветхого человека. «Как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, они отчуждены от этого дерева жизни, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Это не потому, что Бог такой жестокий, потому что люди ожесточились. Слышите меня? Об этом же написано в послании к Криминам, что «так как они не заботились, послание к Кримину написано, иметь Бога в разуме своем, кто и предал их Бог. Они, дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе, тире, какая истина? Отложить прежний образ жизни ветхого человека». То есть у меня был какой-то некий образ, у меня иконка висела где-то вот в комнате моего сердца, и мне надо эту конку просто взять, вынести свое сердце и просто выбросить, или еще лучше сжечь эту иконку, потому что ко мне этот образ уже не имеет никакого отношения. Если я верующий человек, если я рожденный свыше христианин, во мне этот образ, он уже больше не имеет никакой власти. Отложить, Павел рекомендует, истинно во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, то есть наш ум, он должен обновиться духом, и облечься в нового человека, созданного по Богу. Этот новый человек, который живет во мне, который родился свыше, новое творение, древнее все прошло, теперь все новое, созданное по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвернув ложь, говорите истины каждой, ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в огнею вашем, кто крал впредь, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся, никакое гнилое слово, и так далее, и тому подобное. И написано, и не оскорбляйте Духа Святого, которому вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение, ярость, гнев, крик. И последний стих я прочитаю. Ну, будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. Слава нашему Богу. Вот этот образ, если он продолжает висеть в моем сердце, как икона какая-то, или какой-то образ, которому я прихожу и периодически кланяюсь, это может быть очень хороший образ. Вы знаете, на самом деле, то есть я в своей жизни видел очень много икон, я хочу сказать, в Болгарии очень много древних икон. И совершается паломничество, на самом деле. То есть люди ходят сотнями, и что они делают? Они кланяются этим иконам, они целуют эти иконы, и эти иконы очень красивые. Ну, там они очень старые. Это 13 век, это, может быть, 5 век, это самые какие-то древние. Я думаю, что если по какой-то такой себестоимости, то этим иконам на самом деле, ну, цены нет, они очень дорогие, их никто не выставляет, но если бы их выставили, то, я думаю, нашлись бы покупатели, которые бы заплатили бы, заломили бы какую-нибудь огромную цену, и потом бы еще дороже перепродали. Но имеет ли это для Бога ценность? Вот для Бога это не имеет никакой ценности. Вот поверьте мне. Это своего рода четкое, ясное идолопоклонство. Библия называет это формой идолопоклонства. Это поклонение идолам, это поклонение кумирам. Не делайте этого. То есть в нашей церкви, я буду проведать об этом, о том, что не поклоняйтесь иконам, не только внешним, но и внутренним. Потому что я сам мог когда-то сформировать или нарисовать какую-то картинку самого себя, и так повесить ее где-то, и периодически приходить и любоваться. Какой Гена хороший все-таки человек. Он форму поддерживает хорошую, и читает книги, и просто не стыдно там где-то показаться. Костюмчик новый себе купил. И просто какой-то такой образ, но такой умилительный. И я просто прихожу туда периодически, ну, хороший, ну, что еще сказать. И потом выхожу и делаю дальше свои дела. Я хочу сказать, это обленная форма идолопоклонства, которая может быть не только у меня, да, ну, то есть мы периодически этим тоже можем грешить и рисовать свой образ погрешно. Какой образ у нас должен был быть в тайной нашей комнате, во святая святых, в нашем каком-нибудь, в таком, знаете, вот особом месте, куда мы приходим помолиться. Давайте мы откроем следующее место. Это второе послание к Олимпинам. Второе послание к Олимпинам, третья глава со второго стиха. Апостол Павел пишет. Вы, то есть церковь в Коринфе, вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемо, читаемо всеми человеками, вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердц. Этими словами апостол Павел говорит, о том, что, увы, письмо, то есть он когда-то приехал в Коринф, он поставил церковь, и он писал, он писал определенный такой текст, чернилами святого духа, не на каменных каких-то скрижалях, на плотяных скрижалях сердец, которые уверовали через него, которые получили рождение, и он это письмо написал, понимаете, на плотяных скрижалях. он сформировал некий образ вот в этих верующих. И вы знаете, ему не было стыдно, апостол Павлу не было стыдно, он называет их святыми. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, с 4 стиха. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша, от кого она? Способность наша от Бога. Мы не можем присвоить себе что-то и сказать, это я вот такой хороший, или вот достойное образование где-то получил. Это наша способность, она от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы, лица его приходящие, то есть это приходящая слава была. Давайте мы тоже это запомним. Слава Моисея, она была приходящей. Она была, и она ушла. Но ей слава неприходящая. Аминь. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славы служение оправдания. Служение Моисея, это было служение осуждения. Служение Иисуса Христа, это служение чего? Это служение оправдания. Иисус оправдал нас. Он постоянно это делает. Он наш адвокат, самый лучший адвокат перед самым небесным отцом, но в том плане перед самим небесным отцом, и он делает это очень эффективно. Каждый из нас оправдан по вере в Иисуса Христа. Десятый стих. То прославленное даже не оказывается славным с той стороны, с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. То есть у Иисуса больше славы. Она не приходящая. Ибо если приходящая славна, то тем более славно пребывающая. То есть оно не просто когда-то вот произошло, оно пребывает. Слава Иисуса Христа, оно пребывает, оно будет пребывать вечно. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Скажи, с великим дерзновением. Мы призваны действовать с великим дерзновением. А не так, как Моисей, который как будто бы стеснялся. Он полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. То есть он знал, что подходит ему конец. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается кем? Оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Аллилуйя. Покрывало какое, да? Что произошло в момент смерти Иисуса Христа? Вот определенная завеса, она была разорвана сверху донизу. Это был признак того, что сам Бог разорвал эту завесу, которая отделяла человека от Бога. Господь и Дух, а где Дух Господень, там что? Там свободен. Скажи Аминь. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. И что мы делаем? К чему мы призваны? Мы преображаемся в тот же образ. Скажи, в тот же образ. Это не мой образ, а о самом себе. Это образ Иисуса Христа, который очень хорошо и ясно описан в Священном Писании. Если ты хочешь увидеть этот образ, если ты действительно искренне открываешь Писание и говоришь, Господь, покажи мне свой образ, Бог тебе всегда покажет свой образ. Ну, по крайней мере, хотя бы прочтите первую главу книги Откровения. Там очень хорошо Иисус Христос описан во всей своей славе. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы преображаемся в тот же образ, скажи, в тот же образ. Я преображаюсь в образ Иисуса Христа. Слышите меня? Серьезные вещи. Мы призваны преображаться в тот же образ от славы в славу. То есть мы передвигаемся от славы в славу, от силы к силе. Слава нашему Богу. Аллилуйя. И вот здесь вот мы четко прочитали о том, что мы призваны преображаться, мы призваны переходить от славы в славу, и в нас формируется образ, не мой образ, а образ самого Господа Иисуса Христа. И знаете, в 91-м году, когда мне было 25 лет, я уверовал в Иисуса Христа, и когда ко мне, то есть я как-то рассказывал о том, что я был на грани самоубийства, у меня была тяжелейшая депрессия, и когда я уже назначил дату и уже думал, что вот в эту дату меня не будет, я уже точно знал, принял решение, и пришла одна женщина, я благодарю за ее послушание, которая постучалась в мою дверь и сказала о том, что вот приехал такой-то, такой-то пастырь, открыл какую-то, такую-то церковь, пойдем сходим. И когда я туда сходил, мне понравилось, и мне подарили Библию, я начал ее читать, и меня начали приглашать на служение, меня начали приглашать о том, что давай вот туда поедешь, семинар там пройдешь, пройдешь какое-то обучение. Хотели меня даже в Америку отправить, в духовную семинарию, но не получилось там что-то, это уже другая история. И мне нужно было принять решение окончательно себя посвятить Богу. Я вот одной ногой в мире, одной ногой я уже вступил на территорию церкви, одной ногой я еще где-то там что-то хочу, делаю, хочу, не делаю, другой ногой я уже как бы пытаюсь ходить путями Господними, да я понимаю, что это невозможно, надо одной ногой стоять в мире, другой ногой быть в церкви, надо сделать решение, принять решение. И мне приходит одна колоссальная мысль, знаете, она мне когда-то, я могу так сказать, что она меня спасла тогда. Эта мысль помогла мне принять радикальное решение. Я подумал так, кому я нужен в этом мире? Вот если честно, вот так, ну то есть к 25 годам я уже понял о том, что вот когда я начал задавать такие вопросы, в чем смысл этой жизни? Я не находил ответ. Где справедливость, да? Потому что очень много уже было несправедливых каких-то моментов, которые меня буквально выжили. И я метался где-то вот, ну просто я понял, что этот мир, он несправедлив, о том, что люди настолько ненадежны, что очень много лжи, очень много неправды. Моя душа мучилась, моя душа скорбела. И тут меня приглашают служить Богу. Я начал читать Писание. И тут я глубоко осознаю, я думаю, что это был, знаете, такой инсайт, озарение, откровение, которое, одно из первых откровений, о том, что я в этом мире никому не нужен, абсолютно никому не нужен. И знаете, и тогда я примерно в этот же период прочитал одну притчу, которая, знаете, она очень интересная, она тоже мне помогла. И в этой притче говорится, я думаю, что вы ее не слышали, что живет такой, она такая, психологическая метафора, да потому что я тогда проходил всякие специализации, чем не горжусь. И это притча. Живет человек до 25 лет, и он думает, что все только о нем и думают, что все только за ним и наблюдают, что все чего-то от него хотят, и он очень много усилий, сил тратит на то, чтобы соответствовать ожиданиям всех людей. Как вы думаете, это возможно? И вот он старается, вот он 20-25 лет, он старается всем угодить. А угодить всем невозможно, его ждет разочарование. Где-то к 40 годам, эта притча, она основана на каких-то психологических таких тестах, ну это точно. Где-то к 40 годам человек начинает понимать такое чувство, что вообще я никому не нужен, что где-то меня люди даже как-то презирают, такое чувство, что вот я на самом деле просто вот как-то вот смотрят на меня и так. Вот, какая-то злоба. И человек, значит, начинает свои усилия прилагать на то, чтобы показать, что и люди ему тоже не нужны, что ему тоже где-то там с какой-то большой колокольни наплевать на всех. И он начинает свою злобу показывать в плане того, что ну просто я вам не нужен, вы мне тоже не нужны, я как-нибудь сам обойдусь. Человек живет дальше, и где-то уже к 55 годам начинает понимать, это не то, что он никому не нужен. У людей едва ли хватает сил на самих себя. То есть каждый живет, выживая в этом мире, ему уже где-то к 55-60 годам уже едва хватает сил, чтобы как-то себя вот так, ну вот, смысл этой жизни окончательно не потерять. Я хочу сказать о том, что вот эта статистика, она мне когда-то помогла. Я просто так подумал о том, что если я в этом мире никому не нужен, никому не нужен, я начинаю изучать, исследую Писание, я начинаю понимать о том, что князь этого мира кто? Князь этого мира является дьявол, который сам по своей сути, по своей натуре, он не то, что человека ненавидит, он является человекоубийцем. Он, его желание, это он пришел, чтобы украсть, убить и погубить, об этом говорит Священное Писание. Он, его желание, для того, чтобы просто вот он ненавидит человека, и он старается, на самом деле, знаете, тактика его не изменилась. Это как вот на самом деле, его тактика очень похожа на то, как поступила жена Изавель. Помните, да, когда она одного человека сперва вознесла, сказала о том, посадить его где-нибудь там на центральной площади, вознесите его там до самых небес, а потом что сделаете? Оговорите этого человека и просто казните его. Этого человека казнили, и она эту землю, которой он была, землю виноградника, она отобрала себе. Вот это тактика дьявола. Слово Божие Яков говорит, сомневающийся подобным морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой. Слушайте меня? Это тактика дьявола. То есть дьявол, он дает человеку гордыню, человек гордится. Я хочу сказать о том, что очень много людей в этом мире чем-то гордятся. Гордятся, что много денег, гордятся, что какое-то колоссальное знание, гордятся о том, что большое окружение, что это очень влиятельный человек. Это все есть гордость. И это все лишь временное. Задумайтесь, хотя бы на минутку, может ли человек, живущий в этом мире, все это сохранить? Богатство, или свое влияние, или любовь своих близких, даже, искренняя любовь. Я хочу сказать о том, что я не знаю ни одного человека, который мог бы сохранить, на самом деле, какие-то хорошие человеческие взаимоотношения, или какое-то очень большое состояние, или какое-то свое влияние. Рано или поздно человек, живущий в этом мире, он все это теряет. И чем выше он когда-то взлетел, тем ему больнее падать. И это статистика этого мира, и она не изменилась. И это уже на протяжении тысячелетий. Тысячелетий. То есть, статистика говорит о том, что вот, кому нужен я? Вот не мои богатства, потому что вот просто, если вот так глубоко копать, вот, в этом мире нужен не сам человек, не его душа. Нужны или его деньги, или его внешность, которая потом там, где-то в индустрии используется. Нужны какие-то хорошие физические данные. И вот там в спорте, короче, так просто выжили там, как, ну, и потом выбросили, как ненужный какой-то элемент. Сама душа человека, призадумайтесь об этом, в этом мире она абсолютно никому не нужна. Никому не нужна. Даже ни папе, ни маме, потому что, опять же, ни папа, ни мама, они не смогут это все сохранить. Слово Божие говорит, что даже если мать оставит свое дитя, Бог никогда не оставляет своих детей. И что я узнал через Священное Писание, что мы нужны Богу. Что Бог послал Сына Своего Единородного, и Иисус Христос отдал свою жизнь. Не просто там, все, там, небеса, там, он жизнь свою отдал. Бог так сильно возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий, всякий, всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. И тогда, знаете, я просто, вот я стоял перед выбором, я сказал так, если я в этом мире никому не нужен, а Богу я нужен, то я пойду к Богу. Это логично или нелогично? Я просто, просто все. Ну, то есть, там, я, у нас был такой мальчишник, у нас было очень много друзей, была такая компания, я пришел в свою компанию и сказал так, что, вы знаете, я принял решение ходить в церковь, я принял решение жить с Богом. Ну, они повертили у виска, потому что те времена это был атеизм такой, тотальный. И мне сказали, что крыша поехала, да, со мной ушел только из нашей всей компании еще мой друг Александр Прочаков, да, и он там стал тоже в церковь ходить. И мы поверили, и в нас мы позволили, чтобы в нас начал формироваться образ Христа. Я об этом и по сей день не жалею. Давайте в заключение я хотел бы просто подвести итог. Итак, какому образу мы поклоняемся? Вы знаете, на самом деле, во что я верю сегодня? Я верю в то, что в моей тайной комнате, сегодня в моем сердце, находится правильный образ. Это образ Иисуса Христа, который, насколько это мне по вере открылось, настолько я сегодня его понимаю, этот образ, он каким-то образом сформирован, и я хотел бы сегодня сказать о поклонении. Что значит поклоняться образу? В моем представлении сегодня, это вот, ну просто пусть это будет мое субъективное мнение, потому что, ну, на самом деле, я это не где-то прочитал, это мое личное откровение. Мое субъективное мнение, что поклонение образу, это не хождение куда-то, вот, где-то какой-то иконе, пусть она будет самая старая, самая дорогая, самая какая-то красивая, и вот так, физическое какое-то, вот такое поклонение и целование. В моем представлении, поклонение образу Иисуса Христа, оно происходит в тот момент, когда я исполняю заповеди Его, когда есть во мне образ Христа, и вы знаете, зная Писание, я просто понимаю, о том, что пришел в мою жизнь образ, и я призван этому образу в какой-то степени соответствовать, преображаться в соответствии с этим образом, постоянно обновляться, и вы знаете, просто, что в моем представлении поклонения образу? В моем представлении поклонения образу, это когда в мою жизнь просто приходит реально какая-то, знаете, практика, действия, жизнь, жизнь, в которой я понимаю, что это не я, то есть, Бог призывает меня к чему-то, что сам я, как человек, не могу исполнять. И вы знаете, с чего все начинается? Вот я напомню вам место, о том, что мы на сегодняшний день несем не служение, осуждение, мы несем служение какое? Мы несем служение оправдания. Вот Иисус Христос, Он на сегодняшний день никого не осуждает, вот поверьте мне, сам Иисус Христос, личность, образ Иисуса Христа сегодня никого не осуждает, никого не судит. То есть, еще раз, Иисус Христос сегодня несет служение оправдания, служение истины, служение святости, и Он всех нас оправдывает и сегодня. Он ободряет нас, Он подбадривает, Он говорит о том, что у тебя все хорошо, даже если ты согрешил, приди ко мне, поговорим, все, прощу тебе, о том, что просто на самом деле, если ты сделаешь правильные выводы, пойдем дальше вместе, на более высокий уровень. И вы знаете, вот это есть поклонение. Поклонение образу Иисуса Христа происходит в тот момент, когда я Ему послушен. Послушание Господу Иисусу Христу самая невероятная форма поклонения. Услышьте меня, пожалуйста. Послушание Духе Святом, хождение в Духе Святом есть самая невероятная форма поклонения живому Богу. Аллилуйя. Услышите меня. Еще раз повторю. Послушание. Смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает что? Смиренным дает благодать. Когда я смиряюсь перед Иисусом Христом, когда я не делаю то, что я хочу, а когда я делаю то, что Он хочет. Услышите меня. И чаще всего мне этого не хочется делать. Но, знаете, Иисус приводит такую притчу от двух сыновьях, о том, что один пошел, когда отец сказал, ну вот сделаем, ну хорошо, сделаю. Так красиво все, ну все пообещал. И потом пошел, и не сделал. А другой сказал, не сделаю. А потом ему стало вот совестливо, да, совесть начал обличать, он встал и сделал. Вы знаете, это есть прообраз нашего внутреннего духовного человека и плотского человека. Потому что плотский человек очень часто кичится, обещает, говорит какие-то красивые речи, ну вот как там перед выборами депутаты, о том, что все построю, все там вам куплю, там дороги там отремонтирую, а потом ничего не делает. А внутренний духовный человек, он поначалу, ой, это тяжело, простить это тяжело, не осуждать это тяжело, любить это тяжело, полюбить своего врага, вот которого там дорогой там обходил десятую, и тут полюбить надо, да, это тяжело. А потом становится совестливо, встаешь и делаешь то, что ты по-человечески не можешь делать. И знаете, на самом деле, мне бы хотелось сегодня подвести такой итог, чтобы каждый из нас сегодня услышал и уловил вот эту основную мысль. Кто такой христианин? Кто такой верующий, который действительно родился свыше, это не тот, который обещает, что-то красиво говорит, но потом не делает. Я верю в то, что зрелый, который уже вот преобразился в образ Христов, это тот, кто просто позволяет. Позволяет каждый раз приходить Иисус Христу в твою жизнь и позволяет делать Иисус Христу то, что Он хочет. просто предоставляет свой сосуд, который может быть благопотребным или неблагопотребным владыке, но просто предоставляет каждый раз и говорит, Господь, вот делай. Если тебе это надо, то ты делай это, пожалуйста, используй мой сосуд, пусть мне не хочется, но я еще раз подыму, пойду и сделаю то, что мне Господь сказал. И вы знаете, на самом деле, мне бы еще очень хотелось, чтобы в наших сердцах вот это запечатлелось, о том, что вера в Иисуса Христа, она не предполагает, что, знаете, просто, ну вот Иисус Христос пришел в мою жизнь и Он сам все делает и как бы я тут как бы ни при чем. Это не совсем правильно. Причем, ты позволил, и это уже немало, если ты позволил Иисус Христу сделать то, что Он хочет, это уже немало. Ты уже есть соучастник, соучастник страданий христовых, соучастник дел христовых, ты уже с Ним. Я могу так сказать о том, что никто из нас не может сказать о том, что вот придите в нашу церковь, у нас здесь Иисус Христос. Он так явен здесь, Он делает свои какие-то чудеса. Я бы хотел сказать о том, что Иисус Христос предупреждает, что в последнее время очень многие будут говорить, вот Иисус там, или вот Иисус там, туда не ходите, потому что Иисус Христос Он придет очень явно. Мы сегодня, что можем представить этому миру? Мы представляем из себя определенные индивидуальности во Христе Иисусе. Индивидуальности, но во Христе Иисусе. Каждый из нас особенный, то есть мы все непохожие, мы все разные, но каждый из нас несет индивидуальность самого Господа Иисуса Христа. Вот в это нам надо поверить. Мы не просто говорим об Иисусе Христе, мы являем Иисус Христа этому миру, и мы позволяем Ему делать то, что Он хочет. Не наша воля, но Его добудет. Это не просто слова. Вы знаете, на самом деле, пусть это в нашей жизни будет практика, пусть это в нашей церкви будет реальность, живая реальность во Христе Иисусе, чтобы нам просто... Вот, посмотрите, идите, посмотрите, да, что делает Господь на сегодняшний день. Истреляет и сегодня, освобождает и сегодня, делает то, что хочет, то, с чего наше сегодняшнее служение начиналось. Иисус Христос, Он делает то, что хочет. Но Он ищет сосуд, который бы позволил это сделать. Слушайте меня. Вот это суть христианства. Суть христианства, это не говорить Иисус Христе, а являть Господа славу в своей жизни. Пусть Бог нас обильно благословит. Итак, какому образу мы поклоняемся, чтобы нам было сегодня как бы понятно, о чем было проповедь, о чем было слово. Мы не поклоняемся каким-то внешним образам, которые где-то висят, в каком-то музее или в какой-то церкви. В нас самих есть образ Христов, и форма поклонения заключается в том, чтобы слышать голос Иисуса Христа и исполнять тщательно Его заповеди. Это есть, в моем представлении, истинное поклонение образу, которому мы все призваны соответствовать. Можешь сказать на это Аминь? Аминь. Будьте благословены. Давайте мы еще помолимся перед тем, как приступить к трапезе Господней. И перед тем, как помолиться, я хочу прочесть еще одно место, которое написано в послании к евреям. И это уже непосредственно об причастии. Послание к евреям в 10 главе с 10 стиха написано так. По всей этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда, слышите меня, по Моисееву закону, никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда в осел одесной у Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его, ибо он одним приношением, что сделал Иисус Христос в своей сущности, это Библия так говорит, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Слышите меня? Навсегда, то есть мы навсегда, мы не только вот на какое-то время, навсегда мы соделались, но одна деталь, во Христе Иисусе. И вы знаете, вот опять же, есть дерево познания добра и зла, да, дела какие-то, а есть дерево жизни. Вот здесь вот спросил у себя, нахожусь ли я в дереве, в дереве жизни, в древе жизни, течет ли эта жизнь, течет ли эта полноводная река из моего сердца? Вот такой вопрос. Ибо одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых, о чем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещает им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. То есть, если человек прощен, какие проношения? Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистить сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклона, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обыча, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть грех произвола, опять впустился в грех, опять впустил в свою жизнь власть греха, то не остается более жертв за грехи. Это имеет отношение к нам, христианам. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, которого пожрать противников. Если отвергшиеся законы Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то, коль тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Насколько серьезно. Трапеза Господня, она так и называется, причастие. Что мы сегодня делаем? Мы, принимая кровь Господню и тело Иисуса Христа, мы показываем всему духовному миру, что мы являемся причастниками Божественной Сества. Слушайте меня. Мы являемся частью Господа Иисуса Христа. Мы от тела Его, мы от крови Его, мы кость от кости Его. Скажи аминь. Потому что это Библия это говорит. Мы не просто что-то стараемся или пытаемся делать, или стараемся быть христианами. Мы просто являем и призваны являть образ Иисуса Христа. Мы часть Его, часть Его тела. Церковь Иисуса Христа это тело Иисуса Христа, тело Господне. В момент причастия каждый из вас должен глубоко и ясно осознавать. Принимая кровь Иисуса Христа, этим самым я подтверждаю тот факт, что я в теле Господне. Принимая плоть Иисуса Христа, этим фактом я подтверждаю, что я в теле Господне. Слышите меня? Это очень важно. Очень важно в это верить и очень важно это исполнять в духе. Давайте склоним наши сердца. Аллилуйя, Отец, Ассана, Господь, мы сегодня все при Тобой стоим. Аллилуйя, Отец, твой образ, он в наших сердцах, образ Иисуса Христа. И Он совершенный. Ты, Иисус, абсолютно безгрешный. Ты во всем был искушен, но не сделал ни одного греха, живя на этой земле. Потому что ты Сын Божий, потому что ты сам Бог, который пришел воплоти на эту землю. Ты полнота Божества телесного. Так говорит Священное Писание. Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что ты по какой-то своей преизобилущей милости благоволил к нам войти, Господь, в тело Твоё и стать совершенными навсегда. Если только мы с благоговением относимся к Твоей крови, которую Ты пролил, и с благоговением относимся к тому, что Ты позволил Твоя плоть, она была в какой-то момент просто разорвана. И через это открылся вход во святая святых, к Богу Живому. Спасибо тебе, наш дорогой Иисус, за то, что мы сегодня не несем служение и осуждение. Мы сегодня никого не судим, мы сегодня никого не осуждаем. Сегодня мы имеем такое изобилие благодати, что мы прощаем, прощаем и прощаем, покрываем благодатью Христовой. Мы их всех любим, и это есть признак того, что в нас действует сила Твоей драгоценной крови. У Тебя так много силы. Очень тяжело быть любвеобильным, потому что только от Бога исходит Твоя любовь и столько благодати. Сам человек не может столько прощать. 70 раз, по 70 раз, Господь, за день. Человеку это невозможно, но Богу все возможно. Спасибо тебе за Твою любовь к нам, за то, что Ты нас когда-то простил, за то, что Ты нас не осудил, хотя каждый из нас, он справедливо должен просто быть осужденными на вечные муки. Но Ты простил нас. Спасибо тебе, Господь. Дай нам так же, Господь, прощать, как Ты простил нас. Дай нам, Господь, долго терпеть друг друга, как Ты долго терпишь нас и по сей день, и мы почитаем это за спасение, потому что воистину Ты нас долго терпишь, Господь очень. Потому что периодически наша ветхая природа, она все равно проявляется, если мы где-то не бодрствуем, если мы где-то угощаем Святого Духа. Но когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы пьем воду живую, когда мы вкушаем от древа жизни, через нас течет полноводная река Твоей живой воды. Спасибо тебе, дорогой Господь. Аллилуйя. 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 Я хотел бы попросить брата Антона выйти помолиться за кровь Господнюю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова